все наши перемещения тут они такие знаете буквально по кварталу по пол квартала вот проехали пол квартала от вольво а вот мерседес размер но она не не коротенькая свет ну сядь открыто наверное нет окей но мы можем позвать кого-то хорошо давай посмотрим что там еще есть так ну правильнее со специалистами чтобы время зря не тратить говорят люди что вот там они цепляются от них не отобьешься это если ты не знаешь чего хочешь если они видят что ты знаешь чего ты хочешь они тоже не хотят зря времени терять и ты говоришь хочу вот это они как есть вот это вот это и вот это все и так уже проще ну вот когда торгуешься это отдельная история но вот именно продавцы бывают что цепляются но вот к нам к нам уже давно не цепляются да да это была твоя такая же это точно такой же длинная вещь она даже короче ну хорошо а почему вещь вообще на ней нет ничего ну ладно пойдем пойдем спросим у ребят как там вообще дела обстоят вот мы внутрь зашли никто внимание на меня не обращает с моей камеры снимай сколько хочешь чего хочешь ну а у нас интересное понимаете специфический так чуть маленькая то есть мужики и вот вы видите никто не бежит к нам приставать вот мы ходим никто не пристает так пойдем туда смотреть как приличное место придешь никто не пристает так ну наверное этот не подходит подсвеченную спецификацию тем более она хочет чтобы было четыре двери а вот и в таком могла бы правда ибо пошло так выходит света из такой тачки но не хочется маленькую из багажник конечно когда хочешь плитку керамическую возить машине это что-то другое должно быть так ладно но это вообще явно такой ездил честно как чисто внешнего дня нравится не знаю как это там шумная нет блогерская машина хотя я вам скажу не где камеру там крепить только если к стеклу дашборда нет вообще да ну хорошо ладно ждем когда кто-нибудь нам подойдет в общем друзья вот этот вот джи эл эй 250 как нам объяснили работники это самая маленькая из того что есть стоит что-нибудь там диапазоне от 36 там до сорока восьми тысяч и мы ждем кто-нибудь час подойдет надо мы попробуем на ней по поехал поездить ты за рулем будешь сначала ты а потом уже но у нас тобой будут разные впечатления ну вот его сначала ты а я пока займусь кондиционером так да у света обжегшись на кондиционере начинаешь дуть на компьютер то же самое вот там был компьютер том-то и дело до компьютер который сам решался был компьютер который сам решал чего делать и как-то не поддавался ручному управлению когда света пыталась на дилер шипе это выяснить ей говорили задумано так говорили это для вашего блага не первый раз как говорят что это для вашего блага сразу чем-то таким недобрым заканчивается карплей а жгавы свой телефон смартфон подключаете к системе и все что вы видите на экране своего телефона будет трансформироваться на экран машин то есть вы можете вести машину и кому-то смс посылать голосом вам даже не нужно телефон трогать конечно звонки эти то есть вот в режиме когда он подсоединяется к телефону и можно все это делать и если допустим на навигации куда-то нужно ехать вы прям вот какой телефон или нажимаете эту кнопочку и разговариваете с компьютер с компьютером машин я могу перед тем как сесть машина могу выставить там куда мне нужно ехать да потом я его включаю и он вы подключаете телефон к машине и вы разговариваете с машиной как вы разговариваете со своим телефоном а куда он подключается там куда-то это у нас подключаем через просто шнурочком а вот это 2 то есть 2 это просто usb да хорошо а куда ставится сам телефон вы его потому что он вам совершенно не нужен будет в руках вы его можете оставлять там потому что телефон вам ни в каком виде не понадобится все что вам нужно будет от телефона вы можете получить через машину а какие еще фишки тут есть всякие прямомасики в этой машине особо ничего нету за исключением она mp3 играет тоже через телефон или через флешку и через телефон и можно через флешку я могу поставить mp3 флешку она будет сама не самая ненагруженная по сравнению с самой нагруженной вот эта модель чем отличается чем можно нагрузиться можно нагрузиться тем что она сама себя парковать будет сама себя ездить так уже будет ездить вот прямо сейчас я не думаю что у нас в инвенттории есть такая машина она прошла какие-то испытания то есть вот она ездит вам вам все равно нужно сидеть за рулем и нет я буду сидеть за рулем но сама ездить это вот до какого поинта то есть что она делается дистроник обычно это работает хорошо на этих на хайваях когда вы выставляете дистанцию между вами и машиной впереди вас вы ставите ее на этот мы это называем adaptive cruise control все ваша машина будет двигаться за машиной впереди если они там что-то объезжают ваша машина будет объезжать то есть вы как бы на хвост садить если кто-то влазит между вами ваша машина приостановится и сделает это то же самое расстояние это не то что ты можешь поставить маршрут и спать и я бы не советовал вообще спать ну вы знаете я все жду когда же уже наконец появятся такие машины которые будут везти отсюда до сан-франциско мы видим что на мерседесе прогрессивные технологии вот тут женщины машины продают и они еще и по-русски разговаривают на каких еще языках можем на всех языках мира можем молчать хорошо хорошо ну что так мы с этого хотим поехать да да но меня вот это интересует вот это паркинг ассистанс тоже у него и передние и задние есть то есть так что можно было параллельный паркинг делать или нужно будет просто посмотреть или у нас такие машины есть обычно люди здесь говорят что они не хотят чтобы машины парковали сами они потому что когда доходят до этого стоит в районе 3000 не просто показывает она сама тебя насколько она надежно паркуется то есть она может что происходит машина имея сенсоры то есть такие машины с этим с этим пакетом селф-паркинга они имеют 4 камеры одна впереди одна сзади и на каждом зеркале еще пока не все что происходит когда вы включаете нажимаете кнопочку что вы ищем парковку все машина будет искать место куда длина машины плюс 3 фита метр впереди метр назад все вот она будет искать именно такое расстояние и когда она найдет она вам показывает на экране что нашла место и сама будет вперед-назад и все что она машина у вас будет просто просить чтобы вы поставили что она не может поставить ее на заднюю передачу она поставить она указывает и как повернуть и говорит хватит поворачивать ничего не надо вы только она вас только просит поставить ее назад не выжить колеса и все остальное все дела она сама дальше колесами это чё поехали ну давай попробуй немножечко не столько хочу картинку поснимать сколько я хочу звук послушать то есть я как блогер да мне важно чтобы в салоне было не очень громко у вас такие же модели есть электрические правда такая же точно машина потому что мы на другом диме шип видели 15 года она была полностью электрическая б-класс мы его в 2017 году мы их убрали из производства почему она проблема самая главная деталь машины которая была батарея мы полю тесла и мерседес очень не любит это самая главная часть машины не мерседесовская поэтому мы вывели из производства 2017 но они были хорошие эти батареи в районе 90 миль она давала на зарядку то есть немного поэтому они свои машины делают они ездят по 200-300 миль а нам там давали 80 так а больше никто не делает батареи только тесла но мы сейчас делаем батареи сейчас мы тесле их продаем но решили что мы не пойдем электрическим путем потому что совершенно электрическая машина мы еще как как общество потому что нет везде эти зарядные а гибриды есть такого типа не этого типа есть они мы будем с вами на следующий следующий так ты перестраивайся выбирая скорость у нас уже замечать они при всем при том что мы едем с вами на двухлитровый четырехцилиндровой машине с 240 это ваше влайн спад ассистент то есть она вам говорит что у вас справа помеха а там было влайн спад ассистент то есть так что вот он предупреждает что там машины ты чтобы резко не перестраиваться налево так что у вас помеха вместо того чтобы поворачивать голову как мы раньше это делать смотреть если у нас что-то справа слева или нет теперь принципе мы наверно фривой снова еще одна совершенно замечательно я обожаю эту функцию если вы нажмете чуть-чуть посильнее нажимаем сейчас пытайтесь как бы так тут немножко тронуть прихватывать нажимаем нажимаем breaks еще сильнее она будет держать то есть не нужно постоянно ногу нажать на тормоз то есть можно опыт в одеждении мне говорит не убирать очень замечательно работает опять-таки в сан-франциско когда стартовать убрать ногу и стартовать надо вы люди которые водили на ручной трансмиссии не взять значит скажите мне вот такая машина да к ней есть какие еще в это самое ну допустим немножко больше апгрейдов какие-то не бывают дополнительные фишки ну вот парковка парковка она будет приходить потому что машина не хочет у вас убирать внимательно то есть у нас 360 градусов камера то есть вот когда у вас такое впечатление что на вас сверху камера смотрит вы все видите вокруг а в каком месте вы видите все это то есть вот если я еду да то я вижу все 360 до определенного до определенного момента 15 миль в час потом она переключается на то где вы были потому что машина не хочет у вас убирать внимание здоровье надо дать я поставлю вам посмотрели как она боже вы почувствуете сразу разницу на просто летит может что это вообще на спортивный режим да ну как так мы едем на спортивные передачи спортивный и подвеска меняется и меняется как вы чувствуете надо бы нам выбраться из правой полосы да ты нажимаешь одинаково смотри нам как-то вот она сейчас будет знать да что впереди машины она вот этот круиз-контроль она не стоит наши все машины у них есть называется колышем на сесть она mercedes одна из тех машин которые в стену въехать невозможно она остановится все наши машины даже так то есть даже базовые модели ты имеешь да и это не нужно специально выставлять она уже есть нет она автоматически там за нас решают все это это хорошо в стену или нет еще очень замечательная вещь мы стали их вставлять машины с 2015 года называется driver assistant attention assistant машина каждый раз когда вы ее заводите начинаете ехать машина запоминает как компьютер запоминает как вы ездить или вы включаете повороты как вы держите как вы держите дорогу или вы едете между полос а если вдруг она замечает что вы едете как-то не так скажем засыпать стали за рулем или да мы выходим на саратове если скажем засыпаем за рулем или не дай бог что-то сердце какое-то что-то что-то случилось машина начнет с вами как бы разговаривать она начнет вас спрашивать вопросами все у вас хорошо и вам нужно ей отвечать нажимаем эту кнопочку там есть окей вы должны вы должны как бы и отвечать что вы если вы ни в каком виде не реагируете машина становится даже если это будет на фривейн она становится если вы скажем отреагировали машина у вас попросим и остановиться и заглушить двигатель и все будет зависеть от того как плохо вы себя вели за рулем может до 15 минут не завестись она вам дает возможность что тормозит изумительно то есть вот когда-то а мы мы фактически сейчас тормозим не только тормозами в спортивном режиме то есть мы сейчас двигателем тормозим кроме того что мы тормозим намного больше бензина лопает налево куда мы так мы едем налево на 2 мили всего лишь польши самом деле они очень за счет того что двигатель маленький и он с турбином она очень экономить торможение просто скажу вот еще один замечательный спортивным вы сейчас видите что машина полностью остановилась двигатель у нас все пара называется и зеленый у вас горит с буквой и это называется feature stop and go то есть машина сохраняет вам бензин и аккумулятор и бережет мать природу поэтому мерседесы очень любят иншурансные компании особенно новые потому что мы не получим доволу когда мы стоим вот на таких долгих стоянках это как бы очень здорово но когда есть допустим такие куски здесь сан-то панжо постоянно тоже она останавливается и выключается и это надоедает вы всегда можете вот она эта кнопка всегда можете и машина заводится сразу вы видите друзья мы тут в таком офисе мерседесовском много вокруг давайте панорамно покажу там небольшой кафетерий я как раз чайку себе взял кофе там пахнет невероятность слов нет как пахнет там кофе но я подумал что кофе это будет чересчур я тут делал генетический тест оказалось что у меня медленный метаболизм кофеина поэтому я в общем-то и чай только обычно травяной ну значит ладно вот у нас карточка лены вот вы видите лену она просто работает в мерседесе надо сказать что продавцы в мерседесе не получают комиссионных во всяком случае в этом отделении они получают зарплату а в конце года там бонусы поэтому продавец как бы на стороне покупателей не хочет ему в пиндюрить особо как бы наоборот пытается как бы сделать больше продаж и с тем чтобы бонусы в конце года получались как бы так нам объясняли эту систему и вот мы сейчас пытаемся прежде чем мы дальше пойдем получить какую-то информацию о том какие фишечки есть какие цвета сколько это примерно стоит потому что у нас еще есть пару мест куда мы хотим зайти но мне лично очень понравилась эта машина и света тоже впечатлена впечатлена это соответствует вполне ее спецификации